всем привет очень рада вас видеть у себя в гостях меня зовут лена добро пожаловать на мой канал который называется зеленская хэнд мэйд да наконец и ё-моё наконец я буду снимать вот это вот замечательное видео в котором я покажу вам уже полностью завершенную готовую папир только это моя первая папир толюшка но я так предполагаю то что она скорее всего будет последний сейчас я немножко такой штатик я думаю то что это будет последняя моя работа интересно было попробовать но вообще вот так вот если подумать нам часто хочется сделать что-то такое что-то никогда не делал попробовать какой-то другой вид творчества вот это же самое как кулинарии на готовил один какой-то например там суп допустим да и тебе захотелось попробовать другую там ну или неважно суп несут то что хочешь вот и как бы урок отеля наверное тоже самое в творчестве цел но вот собственно говоря и видите хотела попробовала сделала те кто это не смотрели видео еще раз покажу вам вот эту штучку замечательную которая сделала цветочки с бабочками этот совсем недавно купила бабочек который я с большим удовольствием везде налепляю мне по-моему показывал уже это вот на ютубе мне по маленький видосик есть сейчас вот так вот выглядит эти бабочки они классно берешь вылезать вообще кошмар в комплекте здесь были маленькие такие кусочки двусторонние скотчем но я их уже чуть-чуть ну в другое место приобщил вот она я клею на клей на клеевой пистоли так ну ладно возвращаюсь я к пепертоле я делаю достаточно давно уже наверно месяца два назад я не могу сказать то что очень долго я ее делала вырезается на не очень легко есть такие элементы которые я вырезала не сама допустим вот здесь видите вот такие вот кружочки вот здесь это же мне вырезал супруг это надо было делать ножички он ножичком я не знаю как он называется канцелярский фигарский у меня в любом случае такого не было вот да если бы даже если честно было я бы наверное не стала вырезать потому что мне кажется кривовато конечно для этого вот но остальное все вырезала сама все клеила значит я купила скотч скотч он двусторонний но он не выглядит как обычный до скотч он а тип спененый что ли как это называется то есть соответственно когда ты его клеишь здесь наклеила и он наверное где-то примерно высотой ну миллиметр точно высотой и толщиной зачем это надо было делать потому что если ты будешь клеить обычный двухсторонний но соответственно между вот допустим первым вот примеры здесь первым нижним слоем и верхнем это ну как бы не будет никакой вообще соответственно высоты ну короче надо было что-то дело такое чтобы возвышение было между нижним и верхним слоем ну хотя бы там миллиметра 32 поэтому создавалось бы впечатление такое знаете воздушное что ли вот вам видно грубо говоря вот так вот так смотрите вот так ну и надо короче это оформить вот так я не знаю вам видно или нет но вот вы видите посмотреть как у нее тел прям такое знаете возвышенное такое воздушное это все сделано только благодаря тому что при склеивании и то ли детали было очень много вырезать конечно было немножко сложновато потому что мы такие знаете маленькие деталечки вот только благодаря вот этому скотчу вот такая вот воздушность появилась но я не знаю на самом деле есть честно а что хотела бы сказать сомневаюсь что что ну в дальнейшем я еще раз куплю такой потому что конечно очень много очень много таких вот наборов продается вот и очень много я видела уже девчонки показывалась как показывали как оказалось есть такие кто тоже клеил но не буду я такой больше покупать не мне понравилось конечно в принципе но я говорю вырезать немножко геморрой давайте я вам покажу вы думаете да нет сегодня я говорю а я не знаю тут все это не так хорошо видно или может видно посмотрите сколько здесь слоев и вот эти вот ее перышки их надо было каждый вырезать каждое перышко короче вообще вот но что хочу сказать вот так сказать подведя итоги мне результат понравился на павел бересе я уже заказала пару рамочек оформлять наверное буду в рамке но пока не знаю там оформление какое-то другое там не то что заливаю чем-то я не знаю вот но мне подружка рассказывала но если честно я не очень поняла вот буду оформлять в рамку оформить хочу повесить хочу жду вторую рамку там как говорится уже конечно посмотрим как собственно говоря все будет получаться но мне мне очень понравилось понравился результат еще раз хочу сказать это что-то новенькое то что я в принципе воплотила в жизнь вот опять таки давайте посмотрим вот что-то новенькое я тоже делаю всякую фигню не только вышиваю вот так вообще на самом деле она очень красивая очень такая симпатичная и в целом я довольна мне понравилось только вот теперь надо самое главное оформить вот ну оформлю я думаю будет очень здорово ну вот давайте я еще разочек покажу вот такая вот она смотрите какая красавица сколько у нее пиоры шкаф ну я надеюсь вам конечно заметно собственно говоря то о чем я сейчас долгое время рассказывала много слоев все такое воздушное возвышенное ну в общем вот попертоль я так думаю что это типа как бы объемного как-то вот называется я честно сказать даже не помню как это правильно называется как там описано вообще что такое попертоль ну это типа объемная работа я думаю так вот смотрите как красиво короче классно получилось ну я думаю первое и последнее и на этом мои дорогие наверное уже стоит заканчивать это видео потому что в принципе я могу конечно посоветовать разочек попробовать почему бы или нет результат я думаю вам понравится и на этом еще раз хочу сказать всем спасибо за то что вы были у меня в гостях подписывайтесь ставьте лайки под этим видео будет ссылочки на другие места так сказать где меня можно будет найти вот ну я думаю будут еще какие-то видео на канале но попозже всем хочу пожелать самое главное здоровья вам и родным мира вашей семье и все у вас будет хорошо всех я вас люблю всех я вас целую до встречи чуть-чуть попозже всем пока пока до встречи